всем привет меня зовут дядя Евгений сейчас мы коротенький урок сделаем о том как прошивать автомагнитолу а то бывает спрашивают это очень легкий вопрос первый способ это флешкой вот у на компьютере скачал прошивку положил в корень usb что такое в корень usb я вот я вставляю в порт сейчас вам покажу в корень это значит все файлы должны быть лежать в основе самом начале флешки то есть это вот так вот секундочку так usb накопитель вот видите прошивки файла раз два три ну или сколько там будет в папке прочитали лог изменений что там в этой прошивке предлагается так далее скачали и положили на флешечку в корень вот она у вас есть дальше заходите в настройки г.у. в приложение система читаете внимательно что тут написано только для опытных пользователей так далее да вы уверены что вы уверен вы продвинутый пользователь и выбираете обновление системы все обновление пошло как видели машина заведена дверями не хлопать камеру заднюю не включать в общем сидите ждем окончания прошивки второй вопрос обновление по воздуху мы наверно будущем это сделаем это не сложно сделать добавить общем будет обновление по воздуху прилетать проверим как только это что все стабильно надежно не вызовет массового производства кирпичей то внедрить обновление по воздуху не составляет большого труда не переживайте если это вам действительно надо мы сделаем а так вообще вот через флешку если есть sd карточка через sd карту экстренный режим прошивки это нужно даст снимать автомагнитолу когда у вас кирпич найти провод ки-1 ки-1 прислонять на землю автомагнитолы подавать питание считать до 3 откидывать ки-1 и тогда магнитола зайдет режим прошивки особая сложность магнитолы volkswagen mercedes так далее там кирпичи делать не рекомендуется потому что там провода ки-1 элементарно нету потому что это кановые автомобили и там кнопки руля работают по кану ки-1 это для подключения аналог кнопок на руле и вот так вот видите вот такую надпись red power updating платформа 310 на 3 3 процессоре и ждем окончания прошивки она доходит до конца вот видите файлы которые три файла мои не утопу пишутся что какие ставятся ли стать если какие-то у вас проблемы то делаем фото видео фиксацию того что не получается и обращаемся сервис в принципе вот так обновляется система сейчас я нажму на паузу и дальше расскажу вам про mcu после того как вы прошились у вас будет автоматизация приложений которые были изменены которые прорабатывались и собственно вот вы зашли автомагнитолы можно пользоваться или выключать хлопать дверьми и так далее теперь mcu также mcu то есть любая прошивка состоит из двух частей android части и mcu mcu это прошивка которая контролирует работы основной платы то есть внутренняя прошивка на специальном языке написано и так далее туда без крайней необходимости лазить нежелательно потому что эти мцу бывает дохнут на стадии перепрошивки с чем это связано не знаю и так мцу вы читаете внимание обновления мцу это серьезная операция и так далее так далее то есть вам идет предупреждение чтобы лишний раз сюда не лазать начать обновление неправильно да это когда вы отдельным файлом мцу подкидывать и вот отсюда через начать обновление блин новый телефон xiaomi mi 6 тестирую видите камера плохо фокусируется дергается простите итак в прошивке уже вшиты все мцу последние и вам то есть нужно сделать только это выбор автомобиля то что собственно и есть мцу вот здесь такое приложение примечание внимание для линейных выходов используйте верхнюю все 5319 а оптика 5320 расскажу об этом 5320 это когда весь звук идет по шине а и 2 с через оптический выход опять 319 звук идет тоже по шине по аналоговой шине тоже через оптику линейки напрямую силу когда везде звук работает но в первом варианте сигнал не обрабатывается магнитолой то есть чистый как идет так идет в 5319 мцу обрабатывается встроенным темброблоком это будет отдельные видео уроки по автозвуку и там уже об этом все расскажу сейчас задача немножечко другая и так вот вы попали в список мцу здесь представлены автомобили сначала идет линейка 5319 у меня стоит оптический процессор я хочу шину и 2s звука поэтому я выбираю вот 5-320 выбрать автомобилю да окей магнитола гораздо быстрее прошьется и вы получите мцу который вам необходимо итак что делать на сайте redpower.ru есть поле в разделе полезной информации как обновлять мцу файлик ну кратенько объясню так вот тут представлены основном машины которые используют канадаптер если у вас не было в комплекте такой коричной коробочки или вашей машины здесь в списке нет выбирайте вот первое volkswagen то есть это универсальный мцу который использует 70 процентах автомобилей мцу ушки видят аккорды цивики форестеры короче целая куча машин если вашей машины здесь нет выбирайте 5-320 ну или выше не ласти практически сюда присмотрите как бы у вас стояла по версии мцу настройках так сейчас я выберу себе у меня киа мохаб здесь никого кана нет поэтому выбираю вот так вот это мцу прошивается тоже зажигание ни в коем случае не выключая магнитолу не трогая просто сидим ждем двери ими не хлопаем заднюю передачу не включаем операция достаточно серьезная для автомагнитола вот собственно и все я вам рассказал про прошивки также эти прошивки ставятся на 210 серии на 310 серии на 180 серии в общем где вы видите такое меню вот так вот это все прошивается через программу настройка спасибо если у вас еще остались вопросы можете задать в поле комментарии под этим видео я добавлю инструкции если что-то было непонятно по прошивке спасибо конец связи